Лежит книжка, да-да-да, краткая вводная, у меня дома лежит книжка, она подарена Лене Стасовой, Кьелом Нордстремом, там написано «Женщины будут править миром», поэтому вот с этим, наверное, входом, и, конечно же, дорогие мужчины, да, группа «Женщины 3000». Всем привет. Вот я сейчас понял, что для меня это был фарсадик первого лица. Было, правда, горячо, особенно когда обнаружили, что перспектива, которая развивается, разворачивается перед нами, но без нас, она называется «Ева отворачивается, а тогда мы в землю». Мы нашли артефакт, который называется «Здрасте от мира мужчин». Мы обнаружили технологии, которые заменяют мужчин и устраивают аутсорсинг женщин. И на этом растет голубо просто бизнес-услуг. Мы обнаружили технологии по замене мужской роли. Вы представляете, ребенок идет, бросил бумажку, а ему голос из затылка «Свои же сынок подними», а папы нет. Мы обнаружили, что на красоте и здоровье, как джинни с бутылки, вылетают новые бизнесы на красоте тела. Вы понимаете, там захотело две ноги, захотело три, что ломаются институты привычной брака и семьи, и вот здесь стало горячо. И вы знаете, лично меня, хотя я была заказчиком этого форсайта, я хотела получить образ женщины третьего тысячелетия. За последний час я пришла в шок, у меня были мурашки, и я поняла, что я точно не хочу в то будущее, которое нарисовалось, которое описал Ян. Будущее, в котором мужчины – это функция, а женщины абсолютно, ну, сами по себе им никто не нужен. И в итоге у нас родилась такая концепция на проектах развития, что нам необходимо на уровне сделать общество, потому что если этого не сделать, то я точно в то будущее не хочу. Итак, нам нужно восстановить открытые коммуникации между мужчинами и женщинами. Они сейчас нарушены, да, абсолютно. Дальше нам нужно разобраться и переосмыслить понятие вообще мужественной женщины, что мы в этом вкладываем. Нужно нам также сделать совместные проекты, которые будут позволять людям, которые находятся в паре между мужчиной и женщиной, понимать, как они развиваются вместе, ну, как им вместе двигаться и развиваться. И также нужно на уровне государства договориться вообще о том, что такое семья, как ее можно поддерживать. И также мы говорили о том, что очень важно развитие ответственности мужчин и женщин, да, но основное, все, что самое для нас было главное, мы поняли, что мы хотим быть вместе. И проект «Женщины третьего тысячелетия» «Форсайт», он стал и про мужчин в том числе. Да, у нас все, спасибо. Я буду ходить и по плечу. А, вот уже два вопроса. Главное, чтобы он рядом и показывал, естественно. Спасибо, Алексей. Вы говорите о необходимости восстановить открытые коммуникации между мужчинами и женщинами. А когда они были открытыми? Третье. Ярослав. Да. Сейчас мы. Время. Значит, ввечешь в будущем.